Итак, ребята, это свершилось. Сегодня у нас исторический день, 1 октября 2024 года. И как вы можете видеть на экране, у меня загружается Windows 11 24 H2. Вот видите, у меня немецкая версия. Это самое новое и крупное обновление Microsoft за этот год, за 2024 год. В этом видео мы с вами сегодня обновим мой компьютер. Я продемонстрирую вам, каким образом это происходит у меня. И вы также сможете обновить ваш компьютер по Windows Update. Итак, смотрите, ребят. Сейчас у меня версия... Так, прям исторически так запишу на память. 23H2 Build 22631.4249 Это самая настоящая и официальная версия Windows 11 Pro на 2024 год, то есть до обновления. Теперь, ребята, перед обновлением обязательно убедитесь в том, что ваш процессор поддерживает специальные инструкции. Какие инструкции я сейчас вам покажу на примере моего процессора AMD. Я скачал утилиту CPU-Z. Это бесплатная утилита, которая показывает вам, какие инструкции установлены в вашем процессоре. И я запускаю сейчас самую новую версию, которая актуальна на момент записи видео. Сейчас мы проверим. Это версия 2.11 64 бит. Происходит загрузка. И вот смотрите, ребят. Обязательно убедитесь, что ваш процессор поддерживает SSE 4.2. И сейчас я на сайте покажу еще, где у меня здесь. Я снимал видео. Если вам интересно, вы можете еще глянуть небольшое видео, которое длится 5 минут 58 секунд. И здесь я показываю, какие инструкции нужно, чтобы были обязательно. SSE 4.2 и PopCont. То есть, я там в видео все подробно описал. То есть, у меня здесь SSE 4.2 поддерживается. Также поддерживается PopCont. Инструкция. Вот. У меня процессор AMD Ryzen 7 2700X. Достаточно старый процессор уже. Но он до сих пор меня радует, вручает, работает вообще без проблем. Я с этим компьютером даже могу спокойно запускать VR-игры, проекты. Такие как Half-Life Alyx, например. Beat Saber вообще идет вообще в легкую, как по маслу. На высоких настройках на всех. Ссылку на мое предыдущее видео по поводу инструкции в процессоре я оставлю в описании к этому видео. Поэтому переходите, смотрите и проверяйте ваши процессоры на совместимость. Потому что старые процессоры, начиная с 2009 года, не поддерживаются. Сейчас я жду. У меня уже 52% скачалось. Мне нужно, как обычно, дождаться этого обновления. Оно полностью скачается, разархивируется и компьютер перезагрузится. И уже потом будет самая новая операционная система Windows 11 24H2. Версия 24H2 долгое время находилась в разработке и была доступна только ограниченному кругу пользователей. Вот. То есть как разработчики и те, кто купили самые новые компьютеры с искусственным интеллектом. А сегодня Microsoft открыла эту версию для всех. То есть это очень классное сообщение. Я очень доволен, потому что мне нравится операционная система Windows. И мы с вами сейчас ее обновляем. У меня обновление уже загрузилось на 94%. И еще небольшая информация. Обязательно какие-то, если важные данные у вас есть на компьютере, то сохраните их. Потому что во время обновления может произойти все, что угодно. Чтобы ваши данные не потерялись, обязательно где-то нужно создать резервную копию. Давайте, пока загружается обновление, я покажу вам системную информацию. Именно вот отсюда. Значит, обратите внимание. У меня установлена операционная система Windows 11 Pro 23H2 или H2. Значит, установил я ее 17.09.2023 года. Итак, обновление у меня уже установилось на 89%. И обратите внимание на важное примечание. Если вы хотите скачать операционную систему Windows 11 Pro 24H2 уже сегодня, то вам необходимо убедиться в том, чтобы переключатель был всегда в положении «включено». В моем случае написано «Ein». Это по-немецки, потому что у меня немецкая операционная система. Итак, установка у нас прошла на 100%. И сейчас нам необходимо будет перезагрузить компьютер. Появилась кнопка «Перезагрузить компьютер». Нажимаем «Перезагрузить компьютер». Итак, я снова вошел в свой компьютер и смотрим, что у нас обновилось. Я ввожу команду «Windows плюс R вин вер». Нажимаем «Энтер» и мы видим, что мой компьютер успешно обновился до версии Windows 11 24H2 26100.1742. Прекрасно! Я очень доволен. Все супер прошло. Компьютер перезагрузился три раза автоматически. И теперь у меня самая новая операционная система от Microsoft. И давайте мы сейчас еще раз посмотрим в системных настройках. Убедимся. Так. Windows 11 Pro 24H2 или H2. Установлено 1.10.2024 года. То есть даже время установки у меня сбросилось и обновилось до сегодняшнего момента, когда я записываю это видео и когда Microsoft официально выпустила это прекрасное обновление. Но, ребят, я всегда делаю так. Когда я что-то обновляю, я выхожу снова на страницу обновлений и перепроверяю обновление. Потому что бывает такое, что у нас Windows находит еще более новую сборку, потому что, к сожалению, Microsoft не умеет выпускать так, как Apple, сразу актуальные сборки. И бывает, случается такое, что сразу же, значит, самая новая версия, когда устанавливается, у нас скачивается дополнительный патч безопасности. Я всегда не понимал эту политику Microsoft, почему так происходит, когда ты не можешь скачать самую новую версию, так как работает это в Apple, например. Это Microsoft. Что имеем, то имеем. Итак, ребята, как я и предполагал, у нас система Windows Update нашла еще одно обновление под номером KB504-43-178. То есть это еще новый патч, то есть обновленная версия Windows 11, который нам необходимо будет установить сейчас. Ждем, пока все у нас скачается и установится. Итак, Windows 11 скачало дополнительное обновление для Windows 11 24Х. И теперь нам необходимо перезагрузить наш компьютер, для того, чтобы все установилось, как и предполагается. Перезагружаемся. Итак, компьютер снова перезагрузился. Смотрим, что у нас в итоге. Windows Plus R, WinVR. Итак, значит, версия у нас теперь изменилась на 18.82. Еще раз, 24H2, Build 26100.1882. Это самая новая операционная система, которая доступна на момент записи видео. Ну, давайте мы все же еще раз проверим. Возможно, что-то еще у нас Windows Update обнаружит. Вот, а мы тем временем пока посмотрим системные настройки. Ну, я знаю заранее, что это последняя версия операционной системы. Вот. Значит, Windows 11 Pro 24Х2 26100.1882. Все. Это стабильная, самая новая система, которая доступна на сегодняшний день. Все. Задачи мы справились. Компьютер мой обновлен. И теперь я могу пользоваться всеми новыми функциями, которые Microsoft протестировали за такое продолжительное время. И надеюсь, что все будет работать хорошо. Да, ребят, смотрите. Вот. После проверки обновления 2049. Ничего не обнаружено. То есть, даже здесь в дополнительных... Ага, подождите. Вот дополнительное что-то еще нашлось. Так, это у меня драйвер для LAN-карты. Ну, давайте установим тоже. Пусть устанавливается на всякий случай. И теперь финальный момент. После обновления нам необходимо почистить наш диск от старых файлов обновления. Я покажу мой способ, как всегда делаю. Я захожу сюда в систему. Дальше. Память. И здесь у нас есть вот данные, которые временные. То есть, вот. Это данные, которые остаются после обновления операционной системы. Различные резервные данные и остатки старой системы, можно так сказать. Происходит подсчет. Нам необходимо дождаться, пока шкала у нас заполнится. Итак, система просканировала полностью компьютер на старые файлы. И посмотрите, сколько у меня здесь лишнего мусора. То есть, вот эти все-все-все данные, которые, они не нужны. Их можно спокойно удалять. В общей сложности 31 гигабайт. Ну, давайте нажмем на удаление данных. Ждем, пока Windows у нас все это очистит. У всех это занимает по-разному. Ну, бывает, когда минута, бывает 5 минут, бывает 10 минут. Так что, наберитесь терпения и ждите результата. Так, ребят. В общем, у меня произошло зависание какое-то здесь непонятное. Вот. И осталось 13,2 гигабайт. Давайте я еще раз попробую сейчас удалить это. Так, сейчас. По каким-то непонятным причинам у меня место освободилось на диск. Но само окно зависло. Очищаем компьютер от остатков обновления. И на этом процесс у нас полностью завершен. Настраивайте, если у вас какие-то настройки сбились. У меня все настройки остались на месте полностью. Адаптируйте ваш компьютер под новую систему. Всем приятного пользования Windows 11 в последней версии. Благодарю за внимание. Если вам понравилось такое видео, то ставим лайк. Или оставляем автору суперспасибо. На кофе. Всем удачи и пока.